Новый ракурс преподавания языка Пушкина, Толстого и Достоевского. Через неделю в Краснодаре начнутся курсы повышения квалификации учителей. Они пройдут на базе Института развития и образования Краснодарского края в рамках федеральной программы по укреплению позиций русского языка в нашей стране и за рубежом. По данным правительства, родным его считают около 150 миллионов жителей планеты, 120 и не граждане России. Перед педагогами стоит задача найти новые пути преподавания, чтобы сохранить национальное достояние, предотвратить его засорение иностранными заимствованиями и сленгом, а также разбудить интерес к классическим произведениям. Тренинги и лекции на Кубани проводятся не случайно. Край вошел в список восьми субъектов России, победителей проекта развития содержания русского языка. Занятия будут проводиться для преподавателей начальных классов Краснодара, Калининского, Кореновского и Василковского районов в течение пяти дней. Об особенностях курсов расскажет Николай Стародукцев. Занятия в необычном формате прошли в одной из геленджикских школ. За парты сели сами учителя, те, кто учит понимать и любить русский язык школьников 25 национальностей. Сегодня педагоги сами в роли учеников и готовы доказать, что умеют подавать предмет детям увлекательно и интересно. Старания руссоветов оценивают специалисты Института развития и образования. По мнению большинства представителей учительского корпуса, один из главных инструментов воспитания любви к языку Тургенева и Пушкина – написание сочинений на вечной темы. Сочинение – это душа. Душа человека, душа ребенка. И вот через вот это душевное можно воспитать патриота своей страны и воспитать гражданскую ответственность в человеке. Поэтому я горжусь тем, что мы участвуем в таком замечательном проекте. Я уже обозначила, что я учителька. Только в этой школе я работаю 25 лет. А вообще старший юридористик, моя труда, 33 года. В процессе обучения преподаватели поделились собственным опытом внедрения новых технологий в учебный процесс. Говорили и о качественном изменении уровня преподавания языка. Он с каждым годом растет. Федеральная программа Института развития и образования рассчитана до 2020 года. За это время планируется увеличить в четыре раза количество участников олимпиад, конкурсов, фестивалей по русскому языку. Тех, для кого русский не является родным языком. В планах также в 10 раз увеличить число качественных ресурсов в интернете, позволяющих изучать русский язык и русскую культуру. Мозг, координирующий и контролирующий работу школ Кубани, Кабардино-Балкарии и Дагестана, находится в Институте развития и образования Краснодара. Николай Страдубцев, Инна Чайко, телекомпания «Краснодар».